Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! За великую и изреченную милость Твою прославляем Твое всемогущество. Прибудьте с нами, Господи, и благослови наследие Твое. Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, счастье и поклонение! Слава и благодарение! Во веки веков! Аминь! Псалом 146 Хвалите Господа, ибо благо бить Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он оселяет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу. Пойте Богому нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произвращает на горах траву. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстротенок человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим, на милость его. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвалить Иерусалим Господа! Хвались и он Бога твоего! Ибо он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя. Утверждает в пределах твоих мир, тухом пшеницы насыщает тебя. Посылает слово на землю, быстро течет слово его. Дает снег, как волну, сыплет иний, как пепел. Бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит. Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Он воздействил слово свое Иакову, уставы свои, суди свои, Израилю. Аллилуйя! Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Аллилуйя! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света. Хвалите Бога, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не предет. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Горы и все холмы, дерева плодоносные все кедры. Звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные. Юноши и девицы, старцы и отроки. Да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего. Славу всех святых своих сынов Израилевых. Народа близкого к Нему. Аллилуйя. Псалом 149. Аллилуйя. Пойте Господу песню новую. Хвала Ему в собраниях святых. Да веселится Израиль о Создателе Своем. Сыны Сиона дорадуются о Царе Своем. Да хвалят имя Его с ликами. На темпании гуслях допоют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему. Прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе. Да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их. И меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами. Наказание над племенами. Заключать стареях в вузы. И вельмошах в оковы железные. Производить суд над ними. Суд писанный. Счастья всем святым Его. Аллилуйя. Псалом 150. Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверде силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с темпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащие дохвалит Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Добрый день! У вас вопрос? Вопрос какие есть, может быть, по спасению души? Ну, в принципе, они есть, но, не знаю, может быть, батюшки, чтобы исповедоваться. Может быть, бывает у человека то, что он много алкоголя пьет? Бывает. Написано, самое большое. Пьяницы царствие Божие не наследуют, они будут гореть вечно в огне с сатаной. Вот самое страшное. За короткая жизнь, разрушенная семья, потерянное здоровье, ранняя смерть. Хорошо. А ладно. Жену, можно сказать, ну, не потерял, она ушла от меня вот недавно. Может быть, из-за того, что я много пью. Да-ка, зачем пить-то? Что значит слово пить? Воду пей. Значит, вы ищете то, что отнимает разум. Можно договориться с хирургом, чтобы он в мозжечок там подрезал, за дешево. И все время будешь шататься ходить. И дешево обойдется. И пить не будешь, и все время мотать будешь, падать будешь. Ну, ищетчок обходят. Все равно и пьют. Ну, так зачем же это? За деньги себя отравляете. Никто же не заставляет это. Стоит она отрава. Ни один зверь не будет это делать. Ни одна скотина. Ну, то есть, получается, мы в любом случае, ну, допустим, я даже, я скотина, да? Я все равно это употребляю. Ну, хорошо. Вам не хватает поехать в Тунис. Или в Саудовскую Аравию. В один день бросите. Не в два, в один день. А там ничего? Да, по-другому. По-другому. Вашу голову предупредили. А вы нашли, где-то выпили. Ваша голова будет висеть на штыке. Все. Голова долой. У них очень просто. Если это шофер и выпил Таиланд, зарядите. Как его порят. Привязали его и дальше порят. Врач обследует его. Он теперь месяца два на задницу не сядет. Шкура снята. У нас распустили какой... Ну, что говорить об этом? А я могу пить. Ну, если не... Вы где живете? Это Красногорский район, поселок Отрадное. Так это какая область? Северо-запад, Москвы. Северо-запад. Вы там узнаете. Вот у нас... Я живу в Барнауле, а рядом город Новосибирск. И там лещит от алкоголя профессор Пилипенко. В газете «Известия». Там аргументы, факты. Где он? Пилипенко лещит. Притом лещит на 100%. Нет, а где он? В какой области он? Новосибирск. Город Новосибирск. Миллионный город. Надо еще ближе... Ближе к Москве. Надо узнать. Я это не знаю. Может быть, в Москве самой есть. Называется поркотерапия. Человек договорится, расписывается, с ним проводится работа. Поркай? Поркай, поркай. Порочь. И человек лежит, раздевается, и он порет определенное время, потом дает отдохнуть. И через сколько? Как черная полоса сходит. Один пишет, говорит, от меня жена ушла. Я предприниматель был. Дело разрушилось. Но про него услышал. Поркай, стандарт. Оно не вылечит поркай. Я вам рассказываю, вы на полословие прерываете. Нехорошо это. Простите меня, пожалуйста. И он говорит, я поехал. Но вначале я подумал, что, ну, мало ли еще, да какая польза там. Он говорит, ну, ты посмотришь. Вот посмотри, говорит, как лечим. Показаны, какие розги, какой толщины прутья. Своя простынь должна быть. Но он стал разговаривать с человеком. Один вылечился, другой третий. Ну, тогда он говорит, я тоже решил. Решился на это дело. Порка растягивается, это на полтора месяца, кажется. Это вообще удивительно. Притом стопроцентное излечение. Это лечили еще в Германии в 14 веке. Особ царского достоинства. Какой разговор-то? Вот мальчик говорит один. Я, говорит, ну, пристрастился было к этому-то. Меня тядька, папа не было, тядька. Тядька завел, говорит, в амбар. И вожжами меня, говорит, так отодрал, что я забыл, говорит, где магазин. Больше ни разу не пил. Все. А то ничего нельзя сделать. Глупости. Вот Солженицын говорит, я разговариваю, мальчишка один. Там, Саша. Саша, а ты что делал до прихода Гитлера? Он, говорит, воровал. А когда Гитлер захватил, тут что делал в Киеве? Он, говорит, работал. А почему? Так убивали, кто не работает. А когда войска наши захватили, и Киев, что делаешь? Ворую. Вот и весь сказ. Мальчишка, понимает, воровать нельзя. В Китае поймался вор, руку отрубили. Попались коррупционеры. Министр плащет, стоит. В затылок его поставили, на площади, открыто. Снимают. С женой простился дальше. Все, ни одного коррупционера нет. А наркотики продают в Тунисе. Там показывает Саудовская Аравия. Захватили нескольких приговоров, как в Китае. Смертная казнь, вышли, больше нету никого. Мы сами себя распустили. Вы бы знали, что вас сегодня будут пороть за каждую рюмку. 40 раз тебя, ну, 40 ударов плетью. Отдохнешь через 2 дня опять. И ты его бы в рот не взял. Батюшка, а кого нас-то? Пьянец. Кого осуждаете? Именно нас? Кого нас-то? Алкоголиков, которые жизнь себе испортили. Сами себе. Коротенькую жизнь. Они ни солнца не видят, ничего нету. Они во тьме живут. Иоанн Затауз говорит, Бог сделал так, что когда человек в туалете оправляется, он сзади не видит. А когда блюет, выпьет, чтобы видел блевотину перед ртом. И когда он выпьет, говорит, у него вверхом и низом все идет. Он шатается. Мы жалеем бесноватого. А это добровольное беснование. Добровольное, за деньги. Надо серьезно посмотреть на это. Вы испортили себе жизнь. Ребенок, зачатый, в пьяном виде идиотом рождается. Всю жизнь тебя уже давно на земле не будет. Какой был вратарь Яшин? Весь мир его знал. Курил. Завалил большой палец правой ноги. Ногу оттяпали. Он уже пил. Пил. Вторая нога. Вторую отрезали. Дальше руку отрезали и ногу. Это руку. Две руки, две ноги отрезали. Но не бросил. А потом скопытился. Что тут договаривают-то? У нас сколько толговолия. Государству выгодно отравлять людей-то, чтобы другие тут жили. Умные люди, трезвые. У мусульман это называется шайтание кровь. Тысячу триста лет. Тысячу триста. Два миллиарда мусульман. Ни одного пьяницы нету. Ни одного. А почему? А потому что шуток нету. Если он пьет, он должен умереть. И суд не будет долго идти. Пил. Возьмут анализы и в этот же день казнят. Все. Ни детей пьяных, ни детей рожденных от алкоголиков нету. Притом два миллиарда. Нам поучиться надо мусульман. А то, что можно выпить там грамм двести вина? Да никакого вина не надо. У нас можно. Я православный. У нас разрешается. Но мы в рот не берем ничего. Ни пива, ни вина, ни одного грамма. Почему? Слишком много пьяности. Я был в Синоде в Америке. Но у нас, если я скажу, вино пить нельзя. У нас водки можно выпить? Я еще не закончил мысль. Вы видите, по интонации. Полпредложения вы опять прерываете. Мы сидим в Синоде. Сидит митрополит и епископ. По нашему это все генералы. И они говорят, мы слышали, что вы против вина. Что это грех. Если я считаю, вино выпить нельзя, то я еретик. Я говорю, нет, мы не считаем. Я просто воздерживаюсь. Они налили мне полный стакан. И говорят, выпей. Я выпил, потому что приказывают. Выпил, я говорю, ну и ничего. И все, больше, говорит, не пей. У нас своих пьяни схватает. Теперь мы любому скажем, что я не против вина. Не против. Еще ты сидишь один-то. Еще ты узнаешь-то. Один. А кому ты нужен-то? Тебя никто не будет слушать. Глаза кровью наливаются. Я, говорит, падал, бился. И мне опять по-новому надо. Да так как на вершине мачты человек спит. Библия говорит. Но мачта высокая. И там корзинка, он в ней болтыхается. Ну какая это жизнь? Сколько беды от этих алкоголиков-то. Конца края нету. Это брак. На работе. На дорогах. Давят людей. Пьянство – это величайшее зло. И в Библии много про них сказано. Я бы был пьянец, если не уверовал в Бога. Два варианта. Один духовный вариант. Ты уверуешь сегодня, покаешься. И скажешь, Господи, я погибший грешник. Прости меня, Господи, Иисус Христос. Ты умер за меня. Прими меня. И больше никогда не буду нарушать заповеди Твои. Вот второй путь. Батюшка, не сегодня. Не сегодня. Я в свою церковь схожу и все сделаю. Ничего вы не сделаете. Вы ко Христу придите. В церковь люди многие... Ко Христу придите. С Христом примиритесь. Иисус Христос умер за нас. А в церковь я схожу. Это дом. Другой воздух только что. Ну, крестик на вас. Ну, а что вы, когда вы поведением своим, вы все это отрицаете? Это напоминание. Что я отрицаю? Жизнью своей мы отрицаем мучение Христа, который, говорит, пьяницы Божьи не наследует Царство Божие. Вот что мы отрицаем. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Какие заповеди, когда ни памяти, ничего нету? Оно население России, тогда должно просто вымереть. Оно вымерет. Все. Уже Восток вместе с китайцами занят. И здесь, посмотрите. У них тут намаз был. Вышли на улицы Москвы. Миллион двести тысяч мусульман. Одни мужчины. А у нас пятерых не соберешь. Уже потеряли страну. Потеряли практически. Сидать и что? Мы практически потеряли уже. За время перестройки 120 миллионов абортов. 120 миллионов. Спасибо, Горбачев. Да не Горбачев. Каждый за себя. Каждый я. Скажи, я виноват. А Горбачев ни при чем тут. Почему на верующих Горбачев не повлиял? А наоборот, даже церкви открыли. Мы благодарим Бога за Горбачева. За перестройку. И за перестройку. Иначе бы мы ничего не могли сделать. У нас бы даже как в Северной Корее телефоны нельзя иметь. У них, если телефон... Может быть, и Ельцин тогда поблагодарил? Я про Ельцин не говорю. Смотрите, в Северной Корее сегодня ни одного компьютера, ни одного телефона. Если телефон найден, смертная казнь. Вот такой железный занавес был в Советском Союзе. А почему сейчас у нас в России этого нет? А потому что перестройка. Горбачев и Солженицын свалили этого монстра на глиняных ногах. Если бы перестройки не было, я бы из тюрьмы не вышел. Я бы по сегодняшний день парился там. За слово Божие, за проповедь. За открытие истины. Хорошо, у вас был выбор, за кого голосовать? За Путина? Мы никогда, никогда не голосуем. Я вам отвечаю, дорогой человек. Никогда мы не голосуем. И выбор мы этот не берем. Я избрал Христа. И никого, кроме Христа, я ему подчиняюсь. А за правителя я должен молиться. Я молюсь за Путина. Кто бы он ни был, наставь его на путь истины. Дай ему трезвый разум. Сохрани его от покушения на него. Мы молимся за Трампа, Дональда. За Рамзана Кадырова. За Ордогена Турецкого. За Петра Порошенко. Бог дай им здоровья. Трен с ними уже. Пускай будут здоровы, да и все. Пускай к нам не верят. Мы не здоровья просим, а что Бога познали. А здоровье не на пользу идет. Если человек выпивает бутылку, а здоровье будет, он две бутылки будет выпивать. Пьянице здоровья не нужно. Если есть здоровье, значит будет все остальное. Все. Остального нету. Для пьяницы ничего нет. Он отжил этот труп ходящий. Ну, значит, я труп ходящий. Но измените свое состояние. Сегодня день. Мы для того с вами встретились. Вы хорошо, что зашли. Я думаю, что это, кстати, не зря. Да, это Христос умер за меня. Скажи, умер за меня. И он меня спасает от этого. Господи, спаси меня. Пойди к священнику в церковь. Исповедуйся. Расскажи все. И скажи, батюшка, помолитесь за меня. Я погиб. Не погибай, а погиб. Батюшка, я просто не знаю никаких вообще молитв. Ну, ты можешь сказать... Запомни молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Все. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Какая молитва короткая, какая сильная. Запиши ее. У меня не... Ничего нету. Всего у тебя нету. Ну, гвоздь возьми на полу, на черти. Я могу с ним, как просто человек, общаться. С кем? С Богом? Да. Да мы обращаемся к Богу не просто... Просто всем нужно сказать. Мы просто грешники. Какой ты есть, такой и приди. Господь тебя услышит. И скажи, Господи, помилуй. Два слова запомнишь? Господи, помилуй. Я не хочу пить. Я измучился жить без тебя, Господи. Войди в мое сердце, живи во мне, внутри меня. Не надо, не... Нет, не настолько. Вы хотите свою волю исполнять. Вас никто не уважает, никто не уважает пьяницу. Никто от него. И вот вы все шарахаются от него. А верующего считают за человека. Я Бога признал, а Бог меня сделал известным. Чтобы я славил его всюду, по всему миру. Дивен Господь. Купи себе вот эти вот щетки, называются. Смотри. Сто поклонов. И по сто поклонов кланяйся. Господи, помилуй. Повторяй. Господи, прости меня. Батюшка. Четки чьи? Кап anarе. Повторяй. Капана. Капана. Будем. Капана. Повторяй. Продолжение следует...